добрый день ребята сегодня мы с вами поговорим о том что такое процент или рассмотрим простейшие задачи на процент всего существует три типа таких задач и так вернемся к проценту процент это одна сотая часть чего-либо то есть одна сотая часть чего-либо это есть один процент соответственно целое это сто процентов сто процентов это целое один процент одна сотая часть следовательно например 4 процента это четыре таких сотых части 4 процента это будет 4 сотых части 28 процентов это будет 28 сотых таких частей сто десять процентов например немножко странно звучит это но на самом деле сто десять процентов это как и в случае помните с неправильными дробями когда дробь нас больше единицы у нее числитель больше знаменатель там использовали больше одной пиццы здесь в некотором смысле то же самое подразумевается если одна пицца это сто процентов то соответственно сто десять процентов это больше чем одна пицца это означает одну сотую часть мы берем сто десять раз то есть это будет сто десять сотых мы видим чтобы представить процент виде дроби нам нужно всего лишь этот процесс поделить на 100 это умение нам пригодится для того чтобы выполнять действие с процентами и давайте мы последний случай с вами рассмотрим когда процент выражен дробным числом например 3,7 процента это получается мы одну сотую часть взяли 3,7 раза и в дальнейшем конечно эти дроби можно преобразовать и записывать их виде десятичных дробей так как процентов всегда знаменатель равен сотню то как правило с ними работают именно через десятичные дроби может быть исключением являются только те случаи когда процент выражен обыкновенной дроби такой тоже может быть например 1 3 процента это будет соответственно 1 3 в числителе и в знаменателе 100 обязательно данное выражение следует упростить то есть одну третью поделить на 100 а значит умножить на одну сотую и в итоге мы получаем одну трюксотую здесь конечно видят десятичные дроби данную обыкновенную дробь представить нельзя мы с вами об этом говорили тут если разложить на простые множители знаменатель в знаменателе среди простых множители будет троечка именно она не позволит нам представить данную дробь виде конечный десятичный а вот все остальные дроби мы легко можем записать в виде десятичных это будет ноль целых четыре сотых ноль целых двадцать восемь сотых здесь уже будет одна целая одна десятая потому как на 10 здесь можно сократить и здесь будет у нас ноль целых тридцать семь сотых если мы поделим 3,7 на 100 отлично теперь давайте рассмотрим с вами первую задачку и так задача допустим у нас есть маленькая кондитерская хотя нет наверное не такая уж она и маленькая если они заказали 150 килограмм свежих ягод да не маленькая для изготовления различных пироженок может быть конфеток тортиков и вот из этих 150 килограмм ягод у них 32 процента пойдут на желе то есть из 32 процентов ягод они будут изготавливать желе то которым покрывают различные пироженки и тортики может быть даже будут делать собственного приготовления желейные конфетки так вот сколько килограмм ягод они пустят на желе давайте мы с вами вычислим мы знаем что 32 процента это у нас хотя собственно говоря зачем я поставила стрелочку можно смело ставить знак равна 32 процента это у нас 32 раза по одной сотой то есть 32 соты хорошо мы знаем что у нас есть 150 килограмм ягод на самом деле 32 процента от этого количества ягод мы можем найти двумя способами первый способ ему еще обучают в начальной школе он в принципе следует из понимания того что один процент это односотая часть чего-либо ну и далее уже от сложности задачи идут рассуждения соответственно если нам надо взять 32 процента от 150 килограмм то нам нужно сперва найти сколько будет один процент то есть 150 поделить на 100 это будет полтора килограмма 1 процент а всего у нас процентов 32 значит вторым действием мы полтора килограмма умножим на 32 получим следующее вы знаете я умножу следующим образом не хочу умножать столбиком я отсюда возьму двойку и умножу полтора на два письменно прям запишу умножу полтора на два и если я с 32 двойку забрала там осталось 16 а здесь получилось 33 на 16 это будет 48 вот 48 килограмм это и есть то количество ягод которые мы пустили на изготовление желе а еще раз повторю подобный способ нахождение процент от числа он такой но немножко детский то есть этот способ начальной школы способ 5 класса на самом деле надо бы уже после того как вы умеете выполнять действия с дробями надо было уже переходить к другому способу более взрослому и давайте мы сделаем таким способом данную задачу так что мы по сути сделали посмотрите мы 150 поделили на 100 чтобы найти один процент а далее результат умножили на 32 сейчас я конечно записала просто два этих действия в одно способом пока еще не изменился но если я запишу таким образом что по сути 150 нам надо поделить на 100 в знаменателе записываю и умножить на 32 результат то нахождение процента через дробь это уже как раз таки такой способ более универсальный таким способом можно будет в дальнейшем решать задачи на процентах через уравнение потому как на уравнение вы например вот таким способом не выйдете не получится таким способом можно решать только простейшие задачи которые не требуют введения неизвестны переменной то есть смотрите еще раз если я вот так вот запишу друг кто еще не увидел смотрите у нас получается что мы 150 делим на 100 и потом результат умножаем на 32 можно конечно 150 умножить на 32 и потом результат поделить на 100 у нас ответ никак не изменится от этого только сложнее считать давайте с вами попробуем вот этого действия довести до конца и убедиться что у нас все так же работает я буду сокращать на 10 числитель и знаменатель италия на 5 здесь будет 2 здесь будет 3 3 на 32 это будет 96 96 на 2 это 48 специально чуть-чуть изменила вычислительный порядок но мы видим что ответ абсолютно совпадает с первоначально давайте сформулируем сейчас правило как нам найти процент от часа чтобы найти процент от какого-то числа данный процент в первую очередь нужно представить видят дроби либо обыкновенной либо десятичной кому как больше нравится а далее наше число умножить на данную дробь то есть когда мы находим процент от числа мы процент выражаем дробью и умножаем эту дробь на наше число давайте рассмотрим с вами еще одну задачку на нахождение процента от числа например у нас есть мальчик петь который кушает арбуз ну он не весь арбуз съел допустим он съел только ну 15 процентов данного арбуза а сам арбуз пусть у нас весит 20 килограмм а пейте съел 15 процентов арбуз вопрос какую часть в килограммах то есть сколько килограмм арбуза съел петь давайте сейчас мы еще и рассмотрим данную задачу на схеме вот это у нас весь арбуз весь арбуз у нас составляет 20 килограмм но пейте съел не весь арбуз и он съел меньше чем 1 арбуз 15 килограмм это меньше чем сто процентов 15 процентов неправильно говорю 15 процентов меньше чем сто процентов то есть меньше чем сотня. Значит, какую-то часть Петя съел, и она составляет 15%. Нам надо найти, сколько же килограмм съел Петя. То есть вот эту часть нам надо найти в килограммах. Давайте мы это сделаем. Мы уже умеем работать с такими задачами. То есть, чтобы найти 15% от 20 килограмм, нам нужно сперва 15% представить в виде дроби. То есть 15 поделить на 100. Можно через обыкновенную, можно через десятичную. Я сейчас делаю это через десятичную дробь. Если я 15 поделю на 100, будет 0,15. Хорошо. Теперь можно старым способом посчитать, способом начальной школы найти 15% от 20 килограмм. Вы можете это сделать самостоятельно, а мы сейчас воспользуемся именно действием с дробями. Чтобы найти процент от числа, нам нужно этот процент, выраженный дробью, умножить на данное число. Мы ищем 15% от 20. Значит, вторым действием я 20 килограмм умножу на 0,15. И аккуратно, чтобы не запутаться с запятыми, посчитаю. 2 на 15, это у меня будет 30. Вот этот нолик даст 300, то есть 20 на 15 дает 300. И отсекаю запятой два знака. Итого у меня получилось 3 килограмма. Съел Петя. Это первое действие. Это второе действие. Вот так. Сейчас мы с вами рассмотрим другую ситуацию. Не ту, когда нам надо кусочек от целого найти, а когда нам наоборот нужно восстановить целое по его проценту. Вернемся к нашей задаче про кондитерскую фирму. Допустим, есть некоторая кондитерская фирма средненькая, которая заказала сколько-то ягод. Вот сколько всего ягод они заказали, неизвестно. Но мы знаем, что 32% всех ягод у них ушли на изготовление желе. И это получилось 48 килограмм. Килограмм. Вопрос. Сколько ягод было заказано первоначально? Давайте сделаем данную задачу. Но сперва изобразим мы ее в виде схемы, которую мы рисовали для предыдущей задачи. Всего сколько ягод у нас неизвестно. Но некоторое количество, разумеется, 32% меньше, чем 100, поэтому 32% у нас это всего лишь часть от всех заказанных ягод. 32% ушли на изготовление желе. Кроме всего прочего, получилось, что это 48 килограмм. Мы, конечно, можем примерно прикинуть. 32% это примерно 1 треть, чуть меньше. Ну, значит, 48% это примерно 1 треть, чуть меньше. Но, конечно, в математике нас волнуют не примерные подсчеты, а точные. Давайте мы сделаем эту задачу методами, опять же, начальной школы, через понимание того, что такое процент. 48 килограмм это у нас 32%, а нам нужно найти 1%. То есть нам нужно 48 поделить на 32. Можно выполнить данное деление уголком, получите десятичную дробь, но я хочу сделать это через сокращение дроби. Я запишу деление через дробь, у меня получается 48 тридцать вторых и начну сокращать. Буду сокращать, например, на 4, допустим. Пусть будет 12 в числителе, 32 делить на 4, это получится 8. Опять на 4. 12 на 4 это 3. И 8 на 4 это 2. Можно оставить в таком виде, можно записать как десятичную дробь. Я оставлю в таком виде, просто для разнообразия. Но, повторяю, в принципе, можно и таким образом записать. Это мы нашли килограмм, который соответствует одному проценту. Вот один процент, это у нас получается полтора килограмма. Второе действие. Нам же надо найти целое, а целое это у нас 100%. То есть нам нужно наше число умножить на 100. Либо полтора умножить на 100, либо три вторых умножить на 100. Как я уже сказала, я сейчас хочу работать через обыкновенные дроби. Поэтому я три вторых умножу на 100. Три умножаю на 100, делю на 2. Здесь будет 50. И в результате получаем 150. То есть 150 килограмм это ягод всего. Я числовые значения не меняла, поэтому, разумеется, неудивительно, что у нас получилось 150 килограмм. Потому как именно такое количество ягод фикурировало у нас в первой задаче. Хорошо. Теперь давайте посмотрим на алгоритм действия. То есть, чтобы найти целое, мы взяли вот эту часть, поделили, получается, на процент и результат умножили на 100. Запишу через дробь. Мы 48 поделили на 32 и результат умножили на 100. То есть, выполнили вот такое вот действие. Давайте еще раз посчитаем. Чуть-чуть в другом порядке выполним вычисления. 32 поделили на 4, это будет 8. Здесь получается 25. Тут у меня 48 на 8. Это будет 6. Поэтому в знаменателе у нас просто единичка осталась. Ее можно не записывать. А в числителе осталось 6 умножить на 25. И это будет 150. То есть, мы видим, что ответ никак не изменился. Давайте с вами сформулируем правило, по которому мы можем восстанавливать целое по его проценту. Значит, вот это действие, которое мы выполнили. 48 поделили на 32 и умножили на 100. Запишу вот в таком вот виде. Значит, давайте сформулируем. Первое, что нужно сделать. Нам нужно процент представить в виде дроби. То есть, либо 0,32 записываем, либо 0,32. Без разницы. Далее, после того, как мы процент представили в виде дроби, нам нужно вот эту вот часть поделить на данную дробь. Потому как, когда мы 48 делим на 0,32, конечно, мы в итоге приходим к тому, что 48 нам нужно умножить на обратное число, то есть на 132. Ну, либо, если это делать через десятичную дробь, давайте выполним данное деление тоже, чтобы убедиться, что ничего у нас не меняется. Через десятичную дробь выполним деление. Так, перенесем запятую. Делитель должен быть натуральным числом. Тут у нас два знака после запятой. Здесь нет вообще запятой, но она подразумевается. Просто дробная часть нулевая. Поэтому, перенося запятую на два знака у целого числа, мы получаем 4800, деленное на 32. И давайте поделим уголком. Так, 1 минус 32, здесь будет 6, здесь будет 1, здесь будет 0 и 5. 5 на 2 это 0, 1 в уме 15, 1 в уме 16, то есть 160, 0. И вот этот последний 0 у нас перелетает в частное. Опять получаем 150. То есть, чтобы найти целое по его проценту, нужно данный процент представить в виде дроби, а потом часть, которую этот процент выражает, поделить на данную дробь. И давайте с вами сделаем еще одну задачку. Допустим, у нас есть некий Семен Петрович, который идет в магазин. Для того, чтобы купить себе костюм. И берет он с собой наличные деньги. Так вот, костюм его стоит, который ему понравился, он купил 18 тысяч рублей. При этом Семен Петрович истратил всего лишь 60% всех своих денег, наличных, разумеется, которые у него были с собой. Вопрос. Какая сумма у него была с собой первоначально? Давайте схему построим. Общая сумма первоначальная нам неизвестна. Нам известно, что потратил Семен Петрович 60% денег. Это больше половины, хоть по схеме у меня получилось меньше половины, но это не важно. А в рублях это получилось 18 тысяч. То есть нам нужно найти целое по его проценту. Давайте сделаем. Можете сделать опять же старым способом, по действиям. Но мы сейчас сразу же будем решать данную задачу через представление процента в виде дроби. 60% это у нас 0,60 либо 0,60. Тут я запишу в виде десятичной дроби. Теперь мы знаем, что 0,6, если в частях данную задачу рассматривать, это у нас 18 тысяч. Значит, вторым действием мы с вами 18 тысяч будем делить на 0,60. Переношу запятую. 180 нужно делить на 6 и получаем 30. То есть 30 тысяч рублей было у него с собой наличными первоначально до того, как он совершил свою покупку. Можете выполнить данную задачу по действиям и убедиться, что будет точно такой же ответ. Мы с вами сейчас перейдем к последнему типу задачи. К определению, какой процент одно число составляет от другого. Вообще, если вы уже заметили, те задачи, которые мы рассматриваем на проценты, базовые, по сути, это задачи на части базовые. Если вы ими хорошо владеете, то вам всего лишь надо уметь переводить их в проценты. Ну и наоборот, если вам сейчас понятны те задачи, которые мы делаем, то задачи на части для вас тоже уже не будут составлять большие сложности. Переходим к третьей задаче. Вернемся к нашему примеру с кондитерской фирмой. Заказали они всего 150 килограмм ягод. Нам это известно. На изготовление желе пустили 48 килограмм. Вопрос. Какой процент всех ягод ушел на изготовление желе? Давайте опять же воспользуемся тем, что дала нам начальная школа. 150 килограмм это 100%. Нам надо узнать, сколько же процентов у нас будет составлять 48 килограмм. Поэтому первым действием мы также найдем 1%. 150 делить на 100 это 1,5 килограмма. 1%. В принципе у нас этот 1% не меняется от задачи к задаче. Так как числа-то у нас не меняются. Что-нибудь удивительно, что и 1% не поменялся. 1,5 килограмма это 1%. Вопрос. Сколько раз эти 1,5 килограмма поместятся в 48 килограммах? Второе действие. Чтобы узнать, сколько в себя процентов вмещает 48. Нам надо 48 поделить на 1,5. Переношу запятую. 480 делю на 15. И сейчас хочу сделать деление через обыкновенную дробь. Через ее сокращение. Не хочу возиться с уголком. Сокращаю на 3. Здесь будет 5. А здесь будет 160. И вот если 160 уже буду делить на 15. Тут будет 15 это 3. И 10 на 5 это 2. 32 килограмма. 32%. Да, потому как мы знаем, что 1,5 килограмма это 1%. Внутрь себя 48 вмещает 1,5 килограмма 32 раза. То есть она, соответственно, 38 килограмм вмещает в себя 32%. Давайте посмотрим по схеме. Что мы делали сейчас? Нам известно общее количество ягод. Это 150 килограмм. Нам известно то количество ягод, которое было потрачено на желе. 48 килограмм. А вот процент неизвестен. Его мы и восстанавливаем. Так, теперь давайте найдем способ уйти от этих действий и выполнять определение, какой процент составляет одно число от другого, через дроби. То есть что мы, по сути, сделали? Мы 150 поделили на 100. Вот здесь в первом действии. А далее мы 48 поделили на этот результат. То есть у нас получилась такая трехэтажная дробь, но основная черта дроби у нас вот. Давайте мы упростим данную дробь. Получается нам 48 нужно поделить на 150 сотых. То есть 48 нам нужно умножить на обратное число. На 100, 150. И давайте мы запишем вот в таком вот виде. Фактически мы же 48 умножаем на 100 и делим на 150. Я запишу, что 48 нужно поделить на 150 и результат умножить на 100. И отсюда можем сделать вывод. Чтобы определить, какой процент одно число составляет от другого числа, нам нужно это первое число поделить на второе число и результат умножить на 100, чтобы перевести в процент. То есть раз мы ищем, сколько процентов 48 составляет от 150, мы именно 48 делим на 150 и результат умножаем на 100. Отлично. Давайте мы сделаем с вами еще одну задачу. Задача. Например, у нас есть парковка. На данной парковке припарковано 60 автомобилей. Из этих 60 автомобилей правильно припарковано 48 автомобилей. Вопрос. Какой процент от всех автомобилистов умеет парковаться? Вспоминаем, как мы находим, какой процент одно число составляет от другого. Нам нужно найти, сколько процентов. 48 составляет от 60. Поэтому 48 мы делим на 60 и результат умножаем на 100. Давайте выполним деление. Полностью делить, в принципе, не обязательно. Я буду сокращать дробь на 6. Здесь получается 10. Здесь 8. 8 десяток. И в дальнейшем уже просто умножим на 100. Так же сокращаем. Итого получается 80% автомобилистов нашей задачи умеют парковаться. Мы с вами рассмотрели три простейших типа задач на проценты. То есть первый тип – это когда мы находим процент от числа. То есть нам известно целое, мы находим кусочек. Второй тип задачи. Когда нам известен кусочек, и мы восстанавливаем целое. В первом случае надо умножать на дробь. В втором случае число делить на данную дробь. И в третий случае мы находили, какой процент одно число составляет от другого. Значит, здесь первое число надо делить на второе и умножать результат на 100. Конечно, те проценты, которые нам в задачах даются, они будут больше 100, например. Когда вам надо будет находить часть от целого, например, 120% от чего-то. И здесь как-то морально не очень укладывается. Как такую часть найти от целого? Совсем не меньше кусочек получается, он будет больше. Но для начала следует разобраться именно вот с такими задачами. Потому что все остальные, в принципе, на них базируются. И в следующих видео мы с вами как раз-таки будем учиться решать различные задачи на проценты и на части. И на сегодня у нас все. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...